Все что у нас есть это корни. Все мысли проверяются сердцем, все решают звезды, все искусство это взрыв мозга, все остальное угол зрения. Вот такие ключевые слова движет пара гениальных людей. Создатели бренда Майо. И так давно я хотела познакомить их с вами. Игорь Авраменко и Алена Кононова. Мы в первую очередь единомышленники. Все что мы делаем, мы полностью согласны с друг с другом, даже не обсуждая это заранее. Мы читаем мысли друг друга, это очень здорово, это очень много раз подтверждалось. У нас очень часто возникают одинаковые идеи по разному поводу. Философские символы, которые присутствуют во всех коллекциях, это цифры 1, 2, звезды, сердце, а также есть отличительный момент. Граната. Граната проходит красная линия, как говорится, везде. То есть граната у нас сейчас будет, скоро будет как и ювелирное украшение, но сейчас это каблук. Изначально граната не несет тебе, смотря как опять посмотришь на гранату. Это не что-то злое, можно расценивать как взрыв мозга в хорошем плане, в хорошем смысле этого слова. Сумки на нашей фирменной клатч имеет 1, 2, то есть это точно так же, это выбор, это право выбора. Вечно у человека присутствует сделать, не сделать, пойти, не пойти, любить, не любить, плохое, доброе. В свое время Алена Кононова уехала в Италию учить язык. Позже поступила там же в Европейский институт дизайна. Сожжировалась у самого Сальвадора Феррагама, а также была директором итальянского офиса известного дизайнера Дениса Симачева. Игорь же долгое время жил в Америке, всегда пытался проявить себя творчески. Но встретились ребята в Молдове, и сразу возникло ощущение, вот это настоящее, вот это Майо. На чем сейчас работают ребята? Выходит третий сезон, это наша третья коллекция, осень-зима следующего года. В феврале мы покажем коллекцию, и тем временем поступает в магазины летняя коллекция. Самое приятное, что не только простые модники, но и известные личности приобретают бренд Майо. Например, Николь Кидман, сестры Олсен, Тимоти, Наган и Филипп Киркоров и многие другие. Часто творческая пара Игоря и Алены пересматривает любимого режиссера Кубрика, не переставая вдохновляться его творениями. Кстати, первая коллекция Алены была создана в какой-то степени благодаря этому мастеру. Название первой коллекции – это была точка зрения, и наш девиз такой, что очень важно смотреть под разными углами на ситуацию и на жизнь, для того, чтобы иметь объективное видение. Ребята часто передвигаются по всему миру, расширяя свой кругозор. Они живут на три страны – Америку, Италию и Молдову. И, может, поэтому их свадьба прошла под девизом «Гражданин мира», где каждый был одет антистандартно. Со своей любимицей – овчаркой Смарт Куки Игоревной они часто проводят время вместе с музыкой, танцами и приятным общением в кругу творческих людей. Есть у них и свой, так скажем, девиз. Как говорится, если быть незаменимым, то ты обязан быть неординатным. Модифицированные геометрические фигуры, нестандартные лекала, острода и изящный минимализм. Женщина-моё – какая она? Женщина-моё – это любая женщина от 17, как я говорю, до 117. Не имеет значения, в каком возрасте моей маме за 70, на ней прекрасно смотрятся эти платья, и она с удовольствием всё носит. Алена Кононова и Игорь Авраменко – просто потрясающие собеседники. За ними приятно наблюдать и обмениваться положительной энергией. Ну, сами судите. Буана дёрната, отступьте.